Итак, мы говорили о разных терминах, о разных вещах, которые относятся к дьяволу, к злой языче, к отцу лжи или хозяину лжи, поэтому диабал – это в действительности, да, дибал, то есть диба, клевета, бал – это что? Хозяин лжи, хозяин клеветы. Отец лжи еще есть такое выражение, правда? Хорошо. И вот еще мне тут подсказали в современном иврите, да, «соте мин» означает «половой извращенец». Вот видите, «соте», «сота», вот то, что я вам говорил, да, «соте мин» означает «половой извращенец». То есть все это происходит от того, кто есть начальник всего этого. Хорошо. Итак, мы говорили, что если кто-то о ком-то говорит, да, то в переводе с арамейского это буквально означает «он ел тесто», то есть мы угрызаем. И это встречается выражением «Ахал Курца» или «Курцей» в «Даниила 3.8.6.25». Помните, книга «Даниила» на каком языке написана? Частично на иврите, да, частично на арамейском, да. Хорошо. И есть заповедь «Исход 23.10». Не разноси ложного слуха. Левит 19.16. Записывайте в местах. Я хочу, чтобы у вас это было записано. Вы знаете, как надо записывать сначала? Вы пишете номер, да? Потом вы пишете книгу. Там вам легче, понимаете? Левит вы запомните, что это левит. А номер обычно пропускается в сознании человека. А потом вы переспрашиваете, какой там номер, да? Значит, хорошо. Итак, заповеди «Исход 23.1». Левит 19.16. Второзаконие 23.10. Берегись всего дурного. Так и злоязычие запрещается как злоязычему, так и слушающими слова, потому что навыносит им вред обоим, а также объекту злоязычия. Законоучители Талмуда считают злоязычием и хулу на покойного, и даже мысленно произнесенное порицание, или отзыв о ком-либо в словах, которые злословище не стал бы говорить в лицо, и также повышение неодушевленной материи. Видите, даже поносить нечто неодушевленное, но что создано Богом, тоже нельзя. Помните, были люди, которые поносили землю Израиля? Что с ними было? Да. Помните? Ни один из них не дожил до пенсионного возраста, да? Партия пенсионеров Украины насчитывает 18 миллионов человек при 40-х с небольшим населением Украины, да? Партия пенсионеров к уже приходу в Израиль насчитывала только два человека. Уже и Маше умер, и Арон умер, да? Старше 60 лет только двое были. Кто? Да, да. Калев бен Яфуне, да? И Гоша бен Нун. Совершенно верно. Только два человека. Поэтому очень было легко, если все 600 тысяч евреев собирали по доллару, то по 300 тысячам пенсии каждому хватало, да? Хорошо. Итак, видите, нельзя. Значит, злоязычие считается хула на покойного, поэтому говорят, о покойном плохо не говорит. А также, если мы что-либо говорим о человеке, но не готовы сказать это ему в лицо, да? Пусть даже справедливо и несправедливо, значит, что-то говорим в отсутствии человека, понимаете? А также такие вещи, которые даже мы мысленно произносим. Мысленно произносим. Потому что говорят, что Сара мысленно хулила Авраама. Бытие 18, дробь 12. И за это Бог упрекнул ее. Значит, Иосиф по готическому сказанию трижды был виноват в грехе злоязычия и трижды подвергался суровому наказанию небесного суда. Мирьям, она заглазна, да, то есть с присутствием Моисея, порицала за его вторую жену, Эфиопку, да? Помните, кто она была? Вторая жена. Она негридянка была. Вот здесь написано, Эфиоплянка, в действительности употребляется такое слово, которое в современном явлите означает негр. Да. Она была первая расистка. И она вся побелела. От проказы. Вот так. И она была поражена проказой. То есть это все очень важные вещи. Значит, согласно преданию царство иудейское было разделено, и народ Израиля пал, выдал поклонство, и был издан из страны своей именно за злоязычие. Помните, второй храм по преданию был разрушен из-за чего? Помните, из-за ненависти людей друг к другу, да? Из-за неоправданной ненависти. Это правда, потому что это была неоправданная ненависть по отношению к Ешуа. Ну, приводит такой пример. Был такой человек Камца и был Бар Камца. То есть их имена были похожи. Пригласили Камцу, а пришел Бар Камца. Потому что слуга, который давал приглашение, все перепутал. И вот этого Бар Камцу хозяин не любил. И когда он явился, он сказал, ты что сюда пришел? А ну, вон отсюда. И этот человек говорит, ну, ты, я извини, я это понимаю, конечно, но раз уж меня пригласили, неудобно меня публично тут при всех выгонять, да? Он взял таки его и выгнал. Эти ребята были оба левиты. Когда случилось так, что император прислал жертву в храм, а римский император, он каждый год посылал на Йом-Кипур жертву. Вы знаете, что после Йом-Кипура вот такая есть на восьмой день, да, жертвы за все народы мира. Знаешь, меня царят, помните? На восьмой день, после Йом-Кипура, извиняюсь, на Суккот. На Суккот, на восьмой день Суккот приносится за все народы мира. И вот на этот день император тоже присылал жертвенное животное. А этот бархамца разозлился и подрезал ухо жертвенному животному. И в результате решили, значит, надо было либо взять, принести некошерное, да, с дефектом в жертву, либо отказать императору. Отказали императору, и это послужило формальным поводом к войне. В действительности там, конечно, были многие другие причины социальные, и в результате Иерусалим был разрушен. Видите, как отношение людей влияет друг к другу. И мы должны уметь правильно принимать критику. Вот если мы не умеем принимать критику, да, от людей. И иногда бывает лучше иметь хорошего, откровенного врага. Согласны со мной? Лучше иметь хорошего, откровенного врага, чем вот такого лживого истящего друга. Я опять пользуюсь стихами, потому что образы в стихах, они запоминаются, и как-то больше входит в наше сердце. Правда? Не наживай дурных приятелей. Уж лучше заведи врага. Он постоянный и внимательный, его направленность строга. Он учит зоркости и ясности. И вот ты обретаешь дар, в час непредвиденной опасности, платит ударом за удар. Но в мире и такое видано. Добром становится беда. Порой к дружбе неожиданно приводит честная вражда. Не бойся жизни, но внимательно свою дорогу огляди. Не наживай дурных приятелей. Врага уж лучше заведи. И еще слово, как мы говорим, не воробей, вылечишь, не поймаешь. И вы знаете, что в еврейской традиции выпущенное слово, оно сравнится со стрелой. Почему говорят наши мудрецы? Если человек взял в руки меч и поднял этот меч и хочет другого убить, и вдруг он передумает, то что он делает? Он опускает меч. Но если ты выстрелил в стрелу, то что? Все. Она уже все равно полетит. И вот заметьте, в Новом Завете тоже есть такой образ. Когда говорится о духовной брани, то меч – это оружие праведных. Правда? А стрелы у кого? У лукавого, да? Хотел я смерти не орлу, не хищникам чищу бы. Я вдруг выпустил стрелу несправедливой злобы. Я промахнулся. Повезло, быть может, нам обоим. Но мною посланное зло летит, летит над полем, летит сквозь строй лесных стволов, сквозь городские стены, с океанических валов срывает клочья пены, пронзая ливень и метель, соборы и заборы, и словно дьявольская трель просверливая горы. Летит стрела с моей виной, летит в мою долину, и огибая шар земной, чтобы мне вонзиться в спину. Правда? Замечательный такой образ. Те слова, которые мы говорим. И вот поэтому, так говорится, очень важно. Удержи язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Это псалмы 34, дробь 14. Вы там посмотрите, нумерация псалмов не всегда совпадает, да? Вот как с английскими псалмами, так вот, еврейские псалмы. Кстати, вот видите, иногда я вам говорю, я смотрю по Тории, вот та недельная глава, которая начиналась там, по Тории, там с 9 стиха главы, да? А в канонической Библии с 10 стиха, то есть, нумерация стихов близко, но не всегда совпадает. Вот. И поэтому утреннюю молитву включены такие слова. Да будет честь ближнего твоего, дорога тебе, как собственное. Это перкей. А вот. И это включено в молитву, да? Видите, если вот эти вещи были допущены, а, кстати, дача позорных кличек тоже. Вот, знаете, часто евреи такие, Мошка, Сарка называли, да? И тоже мы никого не должны говорить. Ванька, Дунька, Машка, потому что это уменьшительные, да? Это различные роды. Тем более, если говорить о каких-то позорных кличках. Это тоже злословие, да? И вот по Галахе донос, сдача позорных кличек, оскорбление ученых, злостный сговор подлежат рассмотрению Бейдина. И были предоставлены следующие наказания. Первое. КНАС. Что за злословие делает? КНАС. Денежный штраф. Незифа. Незифа. Это порицание, выговор. КНАС. Денежный штраф. Незифа. Порицание, выговор. Не дуй. Не дуй, значит, на ближнего своего, да? Не дуй – это временное отлучение. То есть, видите, применяется такое, ну, кроме денежного штрафа, может быть, у христиан, да? Порицание, выговор, говорят, поставили, что на замечание, да? Это называется незифа. Не дуй – это временное или частичное отлучение от общины. Вот, если мы смотрим православный храм, там есть объявленные такие оглашенные, которые должны были быть. Это либо люди, не принявшие еще водное погружение, либо находящиеся на замечании, на объявлении. Они должны были находиться во время молитвы не в храме, да? Да. А в части храма, близкой к притвору, специально, да. Так же наблюдалось и у евреев. Такой человек должен был стоять возле входа синагоги. Иногда ему еще в качестве покаяния давали свечу, да? И он должен был говорить определенные слова, в чем он был виноват. Это было временное или частичное исключение от общины. И окончательно херем. Херем. Отлучение от общины, да. А также малкот. Малкот означает бичевание. Бичевание. То есть были очень такие серьезные законы, связанные с борьбой против людей, являющиеся хозяевами, да, вот этого злого имени, да. То есть клеветники, клеветники, да. Вот. Лашонгара, да, или Моцишемра. Моцишемра. Что означает Моци? Моца означает либо находить, да, либо взращивать. это можно перевести как находящий или взращивающий дурное имя. Моци Шем Ра. Да. Есть Баал Шем Тов, хозяин доброй имени, а здесь Моцишемра. То есть взращивающий или находящий какое имя? Злое имя. Злое имя. И еще такие термины. Мо-С-Рим Мо-С-Рим Один Мо-С-Рим Один Мо-С-Р Вот Мо-С-Рим Мо-С-Рим Видите, смотрите. Мо-С-Р Так вы уже знаете все эти буквы? Это какая буква? М, да. Да. Это что? У. Да. Это Вау. Но здесь не написано, да, с какой стороны точка. Это С-Р. Вот. А поэтому, видите, если О переходит в У в некоторых диалектах эрита, значит, мы говорим Миш-Паха, а можно Миш-Пуха, да? Если может быть Мо-С-Р, а если что будет получается? Мусор. Мусор это означает на юриде доносчик, да? Мусор поганый, да? Поэтому милиционеров, да? Да, милиционеров, а также тех доносчиков, которые доносили, да? Есть такое еще выражение делотарим, это от латинского это употребляли, например, в западной, в сифарском диалекте, там, где ладина, называлось делотарим, делотар, это по-латине доносчик, а также Маль-Ши-Ним. 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 Да, Мо-С-Рим или Маль-Ши-Ним? Маль-Ши-Ним. Видите? Маль-Ши-Ним. Видите? Ла-Шон корень. Ми это что? От связано с... Это образующее слово, образующая приставка, а слово Ла-Шон. Ла-Шон это что? Язык. Да, то есть Маль-Ши-Ним, им это множественное число, можно было бы дословно перевести как языкатые. Да? Языкатые. Маль-Ши-Ним. Ну, делотарим это в западной, вы говорили, в сифарском диалекте, поэтому оно у нас не потребляется, но запомните, да, Мо-С-Рим, Мус-Ра, да, и Мал-Ши-Ним. Это относится к доносчикам. Было еще, видите, нахрим отверженные выражения, ноцрим, это что нацрим? христиане, от слова нацар, да, назир, назарет, потом назаретяне еще говорят, было вот это проклятие, которое было против назаретян, да, но сейчас, вы знаете, оно было отредактировано, и сейчас это называется проклятие против доносчиков. Молитва Шмане и Срэс, знаете, это основная молитва идаизма, второй курс проходил, первому курсу еще предстоит проходить, и там есть 18 благословений, и одно проклятие, вот направленное, как раз против этих людей. Хорошо. Так. Еще немножко продолжим. Что еще относится к понятию лжи? Да? Понятие лжи. Мы говорили ложь, да, лжесвидетельствование. Значит, ну, первое, прежде всего, первое, это какая? Ложь, которая приносит материальный ущерб. Да? Разумеется, не тому, кто ее сочиняет, а тому, против кого она направлена. Вот. Это, может быть, отрицание денежного долга, удерживание зарплаты под различными предлогами. Ну, дорогой, слушай, я же тебе не могу выплатить, я тут сам кому-то должен, да? И так далее. Или что-нибудь еще такое, под разными предлогами, невыполнение финансовых обязательств, особенно по плате наемного труда. И про такие действия сказано, не крадите, да? Не отрицайте истину и не обманывайте друг другу. Вейкра 25, дробь 14, говорит, если будете что-либо продавать или покупать у своего ближнего, не обманывайте друг друга. И есть много мест, да? Обвес, обсчет. Вы понимаете, что раньше люди служили. Раньше люди получали не зарплату, а что? жалований, да? И раньше люди служили, а теперь обслуживают. В русском языке обслуживают, это слово того же самого типа, да? Об. Обвешивают, обмеривают, обсчитывают и так далее, да? Обслуживают. Поэтому очень важно, мы говорили уже, это из-за выполнения предыдущей заповеди, касающейся финансовых вопросов, но опять-таки переходит к этой заповеди. Или нельзя говорить, ну вот я тебе продаю, я же тебе продаю дешевле, чем я сам это купил, да? Слышали, может, такое? Или даже в ритчах об этом сказано, что человек что-либо покупает, и он начинает хулить этот продукт. Это же такие помидоры, они такие давленные, они такие кислые, ну что такое? А потом возьмем, скажем, смотри, какие я большие, хорошие, красивые помидоры купил, да? Понимаете? Разрешается только так говорить, вот моя цена за меньшую сумму я не продам. Так же относится к различных изъянах товаров, которые запрещено скрывать, мы уже говорили, смешивать разные виды товаров и так далее. Нельзя говорить, что, например, это настоящий японский магнитофон, если он собран, например, у Кореи, да? Да. То есть любая дезинформация, которая приносит тебе доход и, естественно, ущерб ближнему, потому что вы знаете, что в общем ничто не исчезает и ничто не возникает из ничего, да? Знаете, да, да? А если Бог творил мир, говорят, Он творил из самого себя этот мир, можно так сказать. Поэтому все в мире взаимосвязано и причины обусловлены, как говорит еврейская мудрость. И если ты нашел подкову, значит, кто-то откинул копыта. То есть, если ты себе приносишь доход, да? Вот как эти, помните, всякие рода пирамиды были, да? Обманывали, да. Вот такого вот типа все это запрещено. различные мошенничества роды и всякая дезинформация, да? И такая деза в виде рекламы, она вообще передается по радио, телевидении и так далее. Второй вид неправды. Тора однозначно запрещает такую неправду, которая приносит вред не сразу, но со временем может обернуться убытками. Тора запрещает такую неправду, которая приносит вред не сразу, но со временем может обернуться убытками. Ну вот, некоторые обманщики втираются в доверие к людям, чтобы убедить их в своей надежности, а потом используют это доверие в корыстных целях. Да? Значит, обманщики втираются в доверие к людям, чтобы убедить их в своей надежности, а потом используют это доверие в корыстных целях. Ну, вы знаете, что если вам что-то еще предлагают даром, вот там вы купите там три штуки этого, одна штука будет бесплатной и так далее. Действительно ли это будет бесплатно? Это только для того, чтобы завлечь человека, сделать его своим постоянным клиентом, да? В действительности он платит все равно за все это. Ну, только ему говорят, а вот это будет бесплатно. А общая цена? Вы понимаете, все эти вот скидки и так далее. То есть, любая вот такая, которая приносит вред не сразу, но со временем может обернуться. То есть, некоторые обманщики втираются в доверие или продавцы, которые вначале снижают цены, да? Когда люди ходят с ним, разоряются их конкуренты, они опять потом повышают цены. То есть, оно приносит ущерб не сразу, но со временем. И они перед Небесным судом ответили не только за убытки, которые понесут те, кого они обманули, но и за ложь, позволившую обманщику добиться своей цели. Третья форма лжи. Она не наносит прямого ущерба и не мешает жертве получить выгоду. Но причины для такой лжи могут быть самыми разными. Зависть, жажда мести, стремление самому заработать на обмане. Такие ситуации распространены в политике, экономической конкуренции и повседневной жизни. Например, при поступлении на работу, при продвижении на служебной лестнице. То есть, есть ложь, которая не приносит никому вреда, да? Но некоторую пользу лгущему может привести. Или имеет какие-то низменные причины. Жажда мести, да? Стремление заполучить работу престижную. Или больше заработать на обмане. И особенно они распространены в политике, экономической конкуренции и повседневной жизни. Ну, как в политике мы, наверное, видели. Да, все. Вот мы вчера тоже со Стасом и с моими родственниками обсуждали. Давайте выключим это. Так. Следующая категория. Лжи. Это случаи намеренного, на первый взгляд, безвредного искажения действительности. То есть, фантазерство. Есть такие люди, которые врут ради искусства. Слышали о таком, да? Врут ради искусства. Ну, это синдром Минхгаузена, да? Кому-нибудь вред был от этого. А польза Минхгаузена от этого была? Да, просто ему захотелось, да? Поговорить. Вот он поговорил, людям интересно. Никому вроде не причиняется никакой материальный ущерб. Но эти фантазеры тоже являются в конечном счете. Вот цель этого это что? Самореклама. Или человек хочет просто быть в центре внимания, да? Часто это результат синдрома отверженности. Многие отверженные люди, которые хотят хоть как-то обратить на себя внимание. Но в любом случае, даже, понимаете, что отверженность, отверженность, да? Это тоже результат чего? Своего большого я, да? Помните, как отверженный человек? Ну, ахер множество нахерим. Вот, отверженность. Если настоящий человек может быть одиноким, но он не должен себя чувствовать отверженно, да? Я имею в виду не в юридическом смысле, как вот отверженный фильм Гуго, а люди, которые просто не могут себя найти, да? Вот, поэтому, знаете, как, может, старое поколение знает, Мистер Икс, да? Да, помните? Это ария члена церкви. Устал я греться у чужого я, Но где же пастор, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая, Один в маску и в церковь пойду я. Это я ожидал. Вот. К такому роду относятся всякие роды шутки. КВН, капустники и так далее. И зачастую такие люди, значит, в общем, в процессе шуток совершают злословие или другие нехорошие вещи. То есть, можете отметить, что в таком категории, это четвертая категория, это фантазеры, да, пустословы и шутники. Фантазеры, пустословы и шутники. Вот здесь у меня книжечка, очень хорошая книжечка, называется «Умение умирать или искусство жить». Потому что жизнь человека – это подготовка к смерти. Надо научить людей умирать. Вся проблема, что мы не учим наших верующих умирать. Надо умирать уже при этой жизни, для река, да, но уметь и всегда быть способны к переходу. Поэтому помните, Павел говорит, мёртвость мы постоянно носим с собой, как сафурай, самураи, они настолько, есть заповедь самурая, постоянно думать о смерти, что они потом уже этой смерти не боятся. Вообще, из самураев были бы идеальные верующие, вот, с кодекса самурая. Очень во многом, да. И вот, говорится, многословие. Многословие – одно из проявлений скрытой гордыни. Это всё относится к четвёртому. Разновидность – фантазёрство, многословие и пустословие, да? Фантазёрство, многословие и пустословие. Итак, многословие – это проявление скрытой гордыни. Понимаете, гордыня может быть в положительном смысле, да? Я ещё раз говорю. Когда человек гордый, хочет себя выставить, какой он постоянно стремится поучать других, да? Ну, может быть, и результат чего мы говорили? Отверженности. А отверженность – это тоже гордыня, только скрытая. Потому что отверженный человек не может, верующий, чувствовать себя отверженным. Понимаете? Даже если действительно его не любят. Есть даже молитва Франциско-Азийского. Пусть меня люди не любят, да, презирают. Пусть мне говорят плохо, лишь бы Господь, а бы я думал, хорошо, да? Но такая отверженность – это тоже проявление скрытой гордыни. Я ещё раз говорю, есть отверженность в юридическом смысле, да? То есть люди, которые за пределами закона. Есть, которые сами себя выставляют в таком положении. Это скрытая гордыня. Это скрытая гордыня. Вот. Видите, в Писании многословие – одно из проявлений скрытой гордыни. Господь говорит в Священном Писании – на кого возрю? Только на кроткого и молчаливого. Да? Вот. Женщины тоже самое относятся по отношению к мужу. А также некоторые женщины, которые в церкви. И об этом сказано, что такая женщина, что в церкви должна молчать. Это не о том, что вообще женщина не должна проповедовать в церкви, говорить, учить и так далее, да? Когда учить, они начинают поучать. Поучать и ваших поучать. Понимаете? Надо молчать. Поэтому кроткий и молчаливый дух, кроткий и молчаливый – нрав, можно так еще перевести, да? На кого, говорит Господь? На, возрю, на кроткого и молчаливого, да? Исайя 66 глава, 2 стих. То есть смирение и кротость, то любезны Богу, сопряжены с молчанием. Многословие – это страсть, подобная пьянству. Она порабощает человека. Вот только открой язык, да? И рот, и уже не закроешь. Знаете, есть такое выражение в медицине – словесный понос. У выращихся болезнь тоже бывает, проявляется. Правда? Итак, многословие – это страсть, подобная пьянству. Она порабощает человека, так что он становится как бы придатком собственного языка. Если человек, превративший себя в рабочего муравья, отнял у себя время, данное ему для приготовления к вечности, растратил его на внешний и стал глуховым покротом, то болтун – вор не только своего, но и чужого времени. Согласны? Да. Времени того, кто его слушает. Поэтому болтун – находка для сатана. Как сказано, правда? Болтун в глубине души считает, что он уже все знает, ему остается только одно учить других. А на деле многие говорят лишь потому, что не научились молчать. Вот поэтому именно, говорится, немногие делаете что? Учителями, да? То есть, есть, оказывается, знаете, такая еврейская пословица, такой анекдот, да, типа, вы Вовочку уже научили? Говорит, да, говорит, теперь мы начинаем учить его молчать. Да? Вот так. То есть, они говорят лишь потому, что не научились молчать. Человек, сделавший из великого дара слово «развлечение» для себя, похож на блудника. Поэтому многословный человек отвратителен и для людей, и чужд Богу. Многословие – это также бессмысленное расточение душевных сил. Молитва человека многословного становится немощной, рассеянной, сухой, подобно чахлому растению. И что, как учил молиться? Коротко, да? Коротко, да? Пусть ваша молитва будет немногословна. А язычники были многословными, да? Чем больше человек говорит, тем больше его молитва обесценивается. Так же самое, если вы слышите такое длинное пророчество на 45 минут, у меня сомнение, а пророчество ли это вообще? Понимаете? Человек уже просто додумает, дофантазирует и не может остановиться. Вот. Поэтому молитва такого человека делается немощной, рассеянной, сухой, подобно чахлому растению. Есть, приводятся самые короткие молитвы, состоящие из трех слов. Например, самая короткая молитва в Танахе, когда Маше увидел, что Мирьям злословил ее, и у него проказа началась, да? Он сказал, значит, эль-на-рофе-на-лах. То есть, на это суффикс означает, очень тебя прошу. Эль-на, Господи, да? Эль-на-рофе-на. Исцели, пожалуйста, лах, ее, да? И еще есть интересная молитва, которая еще оживил мертвого человека, который уже вонял. Четвертый день, да? В Израиле там холодильника, бальзамирования не было, да? И он мне говорит, Господи, ну, если ты хочешь, пожалуйста, сделай это, вот прошу тебя, чтобы все увидели, что я твой сын Божий, да? А он что сказал? Лазар, лех, леха! Лазар, лех, леха! Три слова, да? Ну, по-русски выйди, вот. Лазар, лех, леха! Видите, всего три слова. Многоговорящий теряет способность глубоко мыслить, не может остановить, сконцентрировать свою мысль на требуемом внимания вопроса. Он становится похож на обжору, глотающего пищу, не разжевывая его. Употребляется колокольчику, который звенит, потому что пуст внутри. Или обтянутую ослиной кожей барабану, который своим грохотом заглушает все. Ну, в Израиле ослы были, да? Барабаны часто делали. Солушает все. Истина слова расточает, а молчание собирает. Конец многословия – это что? Опустошение души, потеря благодати. Всевидящий Бог как бы не видит такого человека пустослова, потому что тот не способен в сердце своем видеть Бога, не способен к Богообщению. Рыбак выуживает рыбу из воды, когда она заглатывает крючок своим ртом, а здесь дьявол держит болтуна, как свою зобычу, за язык. Сколько времени? Всю жизнь. Всю жизнь, да? Хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok